Место средневековых рыцарей, мальчишки, девчонки, молодежь и старшее поколение анапчан. Место гнедых и вранных коней, блестящие на солнце железные. Молиться можно не только в храме, но и на велосипедах. Ежегодно уже 14 лет молитва к празднику Покрова Пресвятой Богородицы – это крестный ход на велосипедах. От храма преподобного Серафима Саровского до часовни святого и обратно. Инициаторы мероприятий – приход Серафима Саровского и общество православной молодежи «Круг». Таким образом, предлагают анапчанам почтить память погибших в Первой мировой войне. Участников велохода относиться друг к другу с добром и не нарушать молитвенное настроение собравшихся. Уважали друг друга, любили друг друга, не подрезали, не обзывались, особенно это к детям относится, не говорили плохих слов, ко всем относятся. Студентам ГГУ имени Шолохова Дмитрий Новиков впервые принимают участие в священодействии вместе с однокурсниками. От университета целая команда в ярких зеленых майках. Мы решили принять участие в крестном ходе велопробега. Мы придерживаемся здорового образа жизни. Мы всегда говорим студентам, что спорт – это здорово, это круто. И как только ребята узнали о том, что состоится такой велопробег, все с радостью приняли участие, потому что мы за здоровый образ жизни. Самому старшему участнику хода скоро исполнится 78 лет. К крестному ходу присоединились байкеры. Двухколесных коней окропили святой водой, прочитали молитву и поехали с Богом. Маршрутом мы едем от храма преподобного Серафима Саровского. Через весь город выезжаем на Пионерский проспект. По Пионерскому проспекту едем до самого конца, до санаторий «Жемчужина России». И там мы останавливаемся возле часовни преподобного Серафима Саровского. Там мы совершаем заупокойное поминовение воинов и героев Первой мировой войны. И оттуда возвращаемся обратно. Девятилетний Артем Волков соблюдает правила крестного хода и ждет своей очереди. Уже четвертый раз он оседлал свой велосипед и на этот раз взял с собой товарища. Настоятель храма тоже снял традиционное облачение и замкнул колонну велокрестоносцев.